Вас приветствует компания Фабрика Компрессоров, город Челябинск. Сегодня мы вам расскажем о компрессоре XS47 от Ласкопка. Итак, у нас представлен был вариант, модель 47, как я вам сказал уже ранее. Год производства 2012. Производительностью 2,7 м3 к минуту и рабочим давлением до 7 бар. К компрессору было проведено полное ТО, заменены все расходные материалы, фильтры, масло, плюс заменена охлаждающая жидкость. Давайте посмотрим из чего он состоит. Вкратце давайте еще перейдем к компрессору. Панель управления. Простая, информативная, лаконичная. Наработка 1394 моточаса. Появляется немного для данного компрессора. Запуск и краткая инструкция по запуску. Здесь также на кожухе. Из чего же он у нас сейчас стоит? Кожух, обращу ваше внимание, открывается полностью для более простого обслуживания и удобства с заменой расходных материалов. Итак, это дизельный двигатель Deutz, двухцилиндровый, нетурбированный, Германия. Является прекрасным двигателем, который очень давно применяется на компрессорных агрегатах не только отлоскопка, но и других марок компрессоров. Дизельный двигатель неприхотливый, надежный, имеет большую базу запасных частей. По винтовому блоку. Винтовой блок оригинальный, отлоскопка. Производство Бельгия. Здесь мы поставили неоригинальные расходные материалы. Это можно будет сделать уже после того, как у вас. На вашем новом компрессоре, допустим, закончилась гарантия, и поставить другие неоригинальные расходные материалы, что сократит также стоимость его эксплуатации обслуживания. Компрессор у нас представлен с дооплодителем, что позволит вам в дальнейшем иметь меньше проблем с инструментом и небольшим бескостойным аппаратом, если вы будете его подключать, поскольку будет значительно снижено содержание влаги. Также у нас, давайте кратко посмотрим, представлена моделька 77 передвижная. Компрессор имеет производительность 4,6 метра кубических минут. Чуть побольше, но это уже компрессор XHS 450 для буровых. Его приобрели в дальнейшем. В дальнейшем он будет укорочен в габарит под буровую платформу. И также есть у нас электрический компрессор, также атласскобка ГА-132. Ну что ж, давайте вернемся к нашему компрессору. Компрессор имеет компактные размеры, прекрасно подойдет для использования отбойных молотков, имеет два выхода для подключения. В принципе, все. Сейчас мы с вами произведем его запуск, послушаем и посмотрим, как он работает. Закрываем крышку. Давайте пробежимся кратенько по инструкции, как производится запуск. Также предварительно компрессор был у нас прогрет, поэтому прогрева он не потребует. И также включена масса. Положение 1. Для более легкого первоначального пуска допускается открывание выходного вентиля. Затем необходимо нам прогреть свечу накала буквально на несколько секунд. И производим пуск. После нескольких секунд работы необходимо закрыть пускной ключ. Разграмы, где подойдет. Продолжение следует... После того, как вы поработали на компрессоре, сразу подключать его не нужно. Можно, чтобы двигатель послел. Приплесить на 3-4 минуты после того, как у вас поработал. Дайте мост и не можно пришить. Кушать за компрессор на закрытый переранат. И затем через раздрозочный клапан обрадочное давление сбрасывается. Павлика компрессора в городе Челябинске. Прикладайте новые инструкции на компрессоре и сгорайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok